Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну, совершенно комичный и в то же время трагичный, мне кажется, случай для наших реалий. В России захотели разогнать депутатов за требования снизить зарплаты чиновников. Да, это пусть на уровне сельского поселения, но тем не менее прецедент есть. Депутаты двух сельских поселений Ульяновской области отказались принимать бюджет на 2021 год и потребовали снизить зарплаты чиновников, после чего их захотели попросту разогнать. То есть они покусились на святое. Об этом сообщает газета «Коммерсант». По мнению депутатов, все деньги уходят на содержание чиновников, которые не хотят снижать себе зарплату или отказываться от личного водителя. В свою очередь губернатор Сергей Морозов пригрозил разогнать сельсоветы попросту через суд, если они не утвердят бюджет. Значит, по словам главы региона, они заигрались в политику. Ну действительно, заигрались, ребята, вы сильно. Покусились на святое, на зарплаты чиновников. Денег просто так давать никто не собирается. Это не частная лавочка, сказал он. Глава Государственного правового управления администрации Алексей Преображенский заявил, что советы Ясаш-Ноташлинского и Красноборского сельских поселений поселений можно распустить через суд. Между тем, глава Ясаш-Ноташлинского поселения Наталья Герасимова, она одновременно возглавляет, пишет, и сельсовет, пояснила, что бюджет поселения, вдумайтесь, бюджет поселения запланирован в размере 2,7 миллиона рублей, и в случае принятия того бюджета, который их призывают принять, он полностью уйдет на содержание местных чиновников. Бюджет полностью уйдет на содержание чиновников. Говорить о первоочередных нуждах не приходится, посетовала она. То есть деньги бюджетные, которые собраны для того, чтобы чинить дороги, делать освещение на улицах, там еще что-то, да, там, значит, уйдет на содержание чиновничьего аппарата полностью в целом, в полном составе бюджет сельского поселения. По ее словам, они предлагали чиновникам снизить зарплату или отменить дополнительную пенсию бывшему главе, но ни одно из предложений не было поддержано. Депутат красноборского поселения Нина Мыкалкина рассказала об аналогичной проблеме. По ее словам, вся доходная часть бюджета может уйти на содержание чиновников местной администрации. Друзья, что я могу сказать? Я не знаю, есть ли где-то такое еще, но, как мне кажется, когда полностью бюджет сельского поселения в размере 2,7 миллиона рублей, и это не единичный случай, да, вот, как здесь сообщается, уходит на содержание чиновничьего аппарата, а не на решение насущных проблем, и об этом даже заявляет уже в открытую глава поселения, а депутаты двух сельских поселений отказываются этот бюджет принимать, исходя из того, что они понимают, что нужно выйти и людям в глаза смотреть, потому что люди будут спрашивать, а где дорога, а где колодец, а где вода, а где свет, а скажут, а денег нет, все деньги ушли на содержание чиновников. И депутаты местные, они просто, у них совесть, наверное, есть, они поэтому такой бюджет не принимают. Так вот, губернатор просто сказал, можем распустить вас через суд, да и все. Друзья, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, с моей точки зрения, это ужасно просто. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на мой основной канал, на канал о саморазвитии Будда Гришна, Life is Good, второй новостной канал Будда Гришна News 24, добавляйте в Инстаграм Будда Гришна, или не подчеркиваю, не official. Всем пока, друзья, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok